Первым поздравил кремлёвского диктатора президент Венесуэлы Николас Мадуро. Наш старший брат Владимир Путин одержал победу. Хорошее предзнаменование для мира на этот 2024 год. Поздравляю Путина и Россию. Президент Никарагуа Даниэль Артега назвал победу Путина триумфом. Радуются пятому сроку диктатора. Лидеры Гондураса, Узбекистана, Таджикистана, Кубы, Казахстана, Кыргызстана поздравили Путина и руководители Северной Кореи, Ирана и Мьянмы, с которыми Москва тесно сотрудничает в сфере поставок оружия. Позже присоединился к поздравлениям Китай. Си Цзиньпинь еще год назад высказал уверенность, что Путина переизберут на пятый срок. Поздравлений от западных лидеров в адрес Путина, естественно, нет. «Голосование в России было выборами без выбора. Избирательный процесс свидетельствует не только о безрассудном поведении Путина в отношении собственного народа, но и противоречит нормам ООН. Так называемые выборы на территориях Украины, Молдовы и Грузии противоречат международному праву». Организация псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины – это грубое нарушение международного права, подчеркнули в Брюсселе. Евросоюз раскритиковал и российские псевдовыборы, как проходившие с многочисленными ограничениями и без участия реальной оппозиции. А недавнюю гибель в колонии оппозиционера Алексея Навального назвали, цитирую, «еще одним признаком усиления и систематизации репрессий». «Это были нелегитимные выборы, легитимное место Путина в Гааге, как у военного преступника, нарушение международного права с проведением так называемых выборов на оккупированных территориях, принуждение людей к участию в так называемых выборах. Мы понимаем, что это фарс». «Выборы в России лишены какой-либо демократической легитимности. Они потеряли значение. Человек, ответственный за самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, продолжает править как президент России». «Мы не считаем и не называем выборами эту сфальсифицированную и сымитированную процедуру, потому что это, к сожалению, более похоже на трагический фарс». А глава Минобороны Великобритании сравнил Путина со Сталиным и по образу действий по сроку правления. «Это может шокировать, но в конце следующего пятилетия своего правления Путин будет у власти уже почти столько же, сколько диктатор Иосиф Сталин. Путин действует как Сталин нашего времени. Это тиран, которому Запад должен противостоять. У нас есть для этого средства, но, как я говорил, стоя у Михайловского златоверхового монастыря в Киеве, мы должны продемонстрировать, что имеем коллективную волю к победе». Гранд Шапс. Министр обороны Великобритании. Из публикации издания The Telegraph. Официальный Рим также осудил организацию фейкового голосования на оккупированных России территориях Украины. «Выборы в России не были ни свободными, ни честными и проводились в том числе на противоправно оккупированных территориях Украины. Мы продолжим работать над достижением справедливого мира, при котором Россия прекратит агрессивную войну против Украины в соответствии с нормами международного права». Антонио Таяни. Министр иностранных дел Италии. В социальной сети Икс. Фарс и пародия. Самые распространенные эпитеты в комментариях мировых лидеров по поводу псевдовыборов в России. Кремль отчитался о том, что Путин якобы набрал 87,33% голосов. Как и ожидалось, голосованию не был допущен ни один оппозиционный или независимый кандидат. Юлия Грановская для телеканала Freedom.